Конфедерация Грузия и Азербайджан Это пропаганда, провокация, утопия или это какой-то достаточно интересный формат, протокол, который мы должны проанализировать с экспертной точки зрения и дать какие-то свои рекомендации. Далее. Мне кажется, что мы бы должны были поднять причины, по каким практически заявлена такая конфедерация. Я думаю, что Грузию здесь можно понять. Есть много причин. Я назову только некоторые из них. Но мне кажется, что Грузия, ее руководство тоже живет в современном мире и отдает себе отчет в том, что и где происходит. В частности, вызывают вопросы события в Европе, в Евросоюзе. Вчера буквально все новости были заполнены таким словосочетанием «Франция в огне». Мы знаем, что происходит в Греции, мы знаем, что происходит в Испании. Я уже не говорю про такие страны Восточной Европы, членов бывшего советского блока, как Болгария и Румыния. То есть у населения Грузии и остальных стран постсоветского пространства возникает вопрос, собственно, а куда мы идем, куда нас призывают идти. Поэтому я думаю, что и руководство Грузии поступает здесь достаточно прагматично. Оно ищет какие-то, может быть, на мой взгляд, запасные аэродромы, в частности, в регионе Кавказа, чтобы каким-то образом закрепить, может быть, формально, пока протокольно, вот эти новые союзы, которые, может быть, с Европой никак не связаны. Если здесь, в создании такой конфедерации, рука Запада, если это, во всяком случае, обсуждается журналистами, я бы хотел сказать, что там, где была рука Запада, опять же, по квалификации журналистов, ну, я могу назвать такие союзы, блоки на постсоветском пространстве, как ГУАМ, допустим, Восточное партнерство, все провалилось. Поэтому, я думаю, любое адекватное руководство, любой постсоветской страны, оно отдает себе отчет, оно анализирует вот этот бэкграунд. Я думаю, в третий раз на грабли в этом плане наступать бы, конечно, никто не хотел. И заканчивая, наконец, такое свое, надеюсь, краткое вступление, хотел бы обратить внимание на то, что Грузия должна, как мудрое государство, должна смотреть на эту ситуацию стратегически. Может быть, стоит подключить каких-то, я не знаю, в данном случае экстрасенсов, вызвать дух великих мертвецов конца 18 века, которые почему-то объединялись с Россией. Или, во всяком случае, я не буду таких слов объединения применять, но искали какие-то пути для того, чтобы полностью не уничтожен был вот этот великий народ. Мы видели и видим, до сих пор уже 20 лет прошло, СНГ ничего не дало. Почему? Потому что СНГ была создана за короткое время, не подготовлена. Просто идеи подали, следующий день утром союз назвали СНГ. Многие проблемы, которые оставались при эпохе Горбачева и экономически, и политически, не были решены. И не понимали те люди, которые создавались в СНГ, как решать эту проблему. Идея, которую Сакашвили подал, я думаю, что это не опасно, здесь не нужно сразу создавать проблемы политические. Скорее всего, он хотел видеть развитие Азербайджана, Грузии, и не только Азербайджан и Грузии, в целом Южно-Кавказе, экономически благосостоянным. Недавно я был в Грузии, ездил я в Батон, и видел Батон, что делается. Действительно, Батон, это будущее, не только Монако, наверное, Монако останется позади, как там сейчас развивается. Но, конечно, инвесторов не хватает. Инвесторы избежали, когда началась война с Россией в 2008 году, но они постепенно возвращаются. Но я видел другое, я видел то, что россияне, они с удовольствием идут в Грузию, заниматься бизнесом, развивать бизнес там, не маленький бизнес, а серьезным бизнесом. Я видел, что азербайджанцы, граждан Азербайджана тоже делают в Грузии бизнес. Я видел, что из Армении тоже делается бизнес в Грузии. То есть, Грузия, чем мне интересно для Азербайджана, я не буду сегодня говорить Армении, Армении потом сами скажут. В Азербайджане интересно, потому что Грузия – это быстрый выход в Черное море, Черное море – быстрый выход в Европу и в мире там. Когда-нибудь пройдет год, два, три, когда вот эта обиды между Грузией и Россией пройдет, народ забудет, забудет то проблемы, которые были в 2008 году, может быть, тогда России тоже надо будет включиться к этому союзу, потому что неизбежно Россия обязательно должна тоже войти в этот союз. Что касается реальной перспективы конфедерации, то, конечно, никакой реальной перспективы конфедерации между Грузией и Азербайджаном нет. По двум причинам, я бы сказал. Если говорить о уровне теоретическом, то я не знаю ни одной действующей конфедерации в этом мире. Второй уровень – это уровень взаимоотношений Грузии и Азербайджана. Если Грузия и Азербайджан объединятся в конфедерацию, младшим партнером там будет Грузия. Азербайджан ни по ресурсам, ни по людским потенциалу, ни по населению, ни по своему богатству, ни по своей территории. Я не знаю, по каким другим параметрам Азербайджан может быть в этом образовании младшим братом, а не старшим. В такой ситуации я задаю себе вопрос. Это целесообразно или нет? Вот и все. Если это целесообразно и выгодно, значит, у такого союза есть перспектива. Если не выгодно и не целесообразно, значит, перспективы не будет. Объединение территорий, где не будет таможней, там будет легко инвестировать деньги. Вот Сайон, например, сказал, что можно было бы увеличить привлекательность обеих территорий с точки зрения инвестиций со всех сторон, как взаимных, так и иностранных. Мне кажется, с моей точки зрения, что такой союз экономический был бы целесообразен. То, что прозвучала эта инициатива именно со стороны Грузии, это тоже логично, потому что Грузия заинтересована в дальнейшем своем росте. И мы знаем, что у Азербайджана достаточно развитая и сильная экономика. Это богатая страна. И почему бы не объединиться с точки зрения экономики, я еще раз подчеркиваю, с тем, кто находится рядом и кого можно привлечь для развития собственной экономики. Я здесь вижу только логически правильные ходы. Если на Южном Кавказе появится более сильная экономическая единица или улучшится экономическая ситуация с точки зрения инвестиций и так далее, я думаю, что и для Запада, и для Востока, мы не будем забывать о Китае, Японии и так далее, для всех это будет выгодно. И мы сегодня имеем перед глазами абсолютно непревзойденный и неповторимый исторический факт создания Евросоюза. Так что я думаю, что люди, которые тогда начинали действовать в Европе, они, может быть, тоже не думали о том, что через 50-100 лет это приведет к такому серьезному прорыву в истории вообще человечества, я бы сказал. Что будет завтра, естественно, никто из нас, наверное, не знает. Но, подводя итоги своей речи, я бы хотел сказать, что с моей точки зрения, наверное, это могло бы быть интересно для всех. И завершая наш разговор, хотел бы, наверное, констатировать, что как минимум мы должны обратить внимание на то, что происходит вокруг нас, внутри наших стран, вместе с нашими странами. И основной вопрос, который здесь поднимался неоднократно по поводу России. Я думаю, что Россия на этот раз при любой квалификации данной конфедерации, данного формата, не должна подходить однобоко к решению оценки этого вопроса. Мы, наконец-то, должны вырваться из взаимных обвинений друг друга и, наконец-то, более конструктивно рассматривать все, что происходит с нами, и подчеркиваю, вокруг и внутри нас.